Доступ к сети сегодня есть только в 808 медучреждениях. Особенно острый этот вопрос по-прежнему стоит в отдаленных станицах и хуторах, отметил глава региона. Зачастую просто нет времени доставить пациента даже в районные больницы. Единственный способ в таких ситуациях – получить помощь у коллег из краевого центра. Получить консультацию у профессиональных врачей под час, если время идет даже не на часы, а на минуты, кроме как через интернет, невозможно. Поэтому, если это будет так называемый быстрый интернет, где возникла ситуация, и врач общей практики выйдет на связь с ведущим хирургом края в считанные минуты, поверьте, это спасенная человеческая жизнь. Вы абсолютно правильно сказали, жизнь людей зависит от этого. Мы большую работу ведем с Минздравом, мы обсуждали это с департаментом, мы обсуждаем с лечебными учреждениями. Сейчас идет вопрос подготовительной работы, то есть проектирование, обработка всей информации и дальше предоставление уже, как мы это дело будем реализовывать. Я считаю, что задача нам по силам. Что еще хотел сказать, с удовольствием я уже по районам, при том и по глубинкам, общаясь с людьми, многие жалуются от обиды, что вот у соседей там есть, и телефон сотовый работает, и интернет есть, а у нас нету. Мы совсем рядом, а нету. Поэтому я считаю, что все-таки тоже целиком зависит от нас, чтобы самые отдаленные уголки сегодня нашего края получили возможность подключения к интернету. Там тоже, коллеги, живет молодежь, там тоже кипит жизнь, поэтому давайте просто их поддержим. Без услуг современной связи сегодня остаются более 200 населенных пунктов Кубани. Подключить к всемирной сети их планируют до 2018 года по программе цифрового неравенства. Запустить в ближайшее время важную систему «Безопасный город». Улицы крупных городов уже оборудовали видеокамерами, но некоторые из них либо вовсе не работают, либо не подключены к единому комплексу. Известны случаи, когда на мониторы просто выводят заранее записанные видеоролики и выдают их за картинку реального времени. Необходимо в ближайшие сроки свести все камеры видеонаблюдения, видеофиксации в единую систему в крае. Сегодня нужна реальная работа, в том числе и вот этих камер видеонаблюдения, видеофиксации, которые стоят немалых денег, поверьте. И для того, чтобы эти камеры показывали нам кино, нам точно не нужно. Нам нужна реальная работа по профилактике, я еще раз подчеркиваю, правонарушения в наших городах, станицах, худорах. И по пресечению, по выявлению вот этих правонарушений, которые происходят. А не для того, чтобы чиновникам отчитаться и показать, что хотели ли вы, ведя наблюдение, ведя камеры, ведя фиксаторы, но получите вы их. Вице-президент компании Александр Шипулин, в свою очередь, отметил, что у них есть все ресурсы, чтобы выполнить эту задачу. К слову, услугами Ростелекома сегодня пользуются более 600 тысяч кубанцев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.